Особое внимание в Назорном ведомстве уделяют проблемам до любого строительства. Благодаря совместным усилиям прокуратуры и краевых властей удалось принять закон о защите правообманутых дольщиков. Сегодня он успешно действует на территории края. Ваша практика является передовой и не только по округу, но и по стране. Это касается и вопросов подходов к учету объектов проблемных домов. Мы изменили самоопределение проблемности этого дома. И правовой оценки действий не только недобросовестных застройщиков, но и всех должностных лиц, чьи действия либо бездействия привели к нарушению прав граждан. Отмечу, что фактически все совместно выработанные с вами идеи находят понимание и на федеральном уровне. В результате принятых совместно с органами власти мер восстановлены права 40 тысяч граждан. Введено в эксплуатацию 117 долгостроев. Инициировано принятие краевого закона, который расширил критерии признания недостроенных домов проблемными объектами и определил порядок подбора инвесторов. Каждый такой дом под пристальным вниманием и надзором прокуроров. Совместные действия исполнительной власти, органов местного управления с прокуратурой привели к локализации проблемного направления. Сегодня это обманутые дольщики в нашем крае, и сегодня есть конкретный результат. А в первую очередь результаты в том, что был создан краевой закон, то есть то правовое поле, согласно которому мы смогли выходить из этой ситуации. Выходить с результатом, еще раз подчеркну. Дольщики видят, что прошлый год показал результат. Значит, они надеются, что в этом году результат продолжится. В части того, что они будут вселяться в свои квартиры. Так вот, я почему сказал, что здесь очень вовремя среагировали, и это личная сегодня заслуга, я считаю, Андрея Владимировича. Спасибо вам огромное в целом. И от тех людей, которые вселились, коллеги, их полторы тысячи человек. Это и есть результат совместной деятельности. Вениамин Кондратьев поблагодарил прокурорский корпус за активное участие в законотворческой деятельности. Глава региона отметил взаимодействие ведомства и краевой власти также в вопросах безопасности, борьбы с коррупцией и соблюдения закона. Во время своего выступления губернатор попросил прокуроров усилить контроль в сфере ЖКХ. Приставленного внимания сегодня коллеги в том числе требует с вашей стороны и сфера жилищно-коммунального хозяйства, в том числе начисления коммунальных платежей. По крайней мере, из чего складываются эти цифры, которые приходят в квитанциях. Поэтому здесь, конечно, своевременное прокурорское вмешательство в деятельность тех компаний, которые только присылают квиточки и не чувствуют социальной ответственности за те цифры, которые они в них вписывают. Тоже залог того, что мы сделаем прозрачной, в том числе и деятельность жилищно-коммунального хозяйства. И вот здесь еще подчеркиваю, своевременное вмешательство прокурора, оно просто не позволит им играться и баловаться, в том числе и где-то с завышениями тарифов на те или иные коммунальные услуги. Неизменным приоритетом для нас осталась борьба с коррупцией. Выявлено более 8 тысяч нарушений, за совершение которых 2000 лиц, понесли дисциплинарную и административную ответственность. Для организации уголовного преследования следственные органы было направлено 64 материала в отношении коррупционеров. Они причинили ущерб на сумму 225 миллионов рублей. В судебном порядке инициировано возмещение 30 миллионов рублей, полученных чиновниками в результате незаконного обогащения. Ключевой задачей продолжает оставаться качественное разрешение жалоб граждан. За защитой своих прав в органы прокуратуры края в прошлом году обратилось 230 тысяч жителей. Каждый четвертый на личном приеме. Также благодаря прокурорским проверкам на Кубань удалось выплатить долги по заработной плате более чем на 526 миллионов рублей. «Контролируйте, надзирайте, невзирая ни на что. Насколько качественно деньги выделяются, насколько качественно проходят закупки, насколько качественно выполняются работы, особенно за бюджетные средства. Олег, знаете, особо обидно, когда деньги есть в бюджете, а результатов нет. У нас один дорожный фонд в этом году составит 31 миллиард рублей. Дорожный фонд, коллеги. Поэтому нам важно, чтобы здесь и строительство, в том числе дороги, и их качество, и на самом деле, насколько они строятся, или только на бумаге. Это тоже ваша поднадзорная деятельность. Вам подконтрольны отчасти с точки зрения и законности компании, которые привлекаются, ну, конечно, и результатов их работы». Продолжение следует...